Здравствуйте, с вами снова Вероника Поливкина. К сожалению, в средней полосе России погода бывает непредсказуемой и вырастить хороший урожай в открытом грунте не всегда получается. Вот и строим мы парники до теплицы, выкладывая за них немалые деньги в надежде, что окупятся. Чаще всего ставят вот такие поликарбонатные теплицы. Дорого. А раз так, то нужно, чтобы работала весь сезон по максимуму. Некоторые уже в августе и начинают к новому сезону готовить, а у меня и в ноябре еще урожай зреет. В начале ноября, наконец-то, вытащила последнюю редиску и дайкон, укроп. Ну вот еще салатик остался. И в работу она у меня включается уже в марте, когда сугробы вокруг. Итак, за сезон я получаю не менее 3-4 полноценных урожаев. Да кроме овощей, еще до сих пор собираю малину ремонтантную, которая в ведрах растет, и клубнику. Но это так баловство для внуков и не считается. Но при таком интенсивном использовании и уход за ней должен быть соответствующий. Ведь на самом деле теплица это не так уж хорошо. Пространство замкнутое, нарушено севооборот, так как мы постоянно выращиваем одни и те же культуры. Как обработать теплицу осенью? Рекомендаций очень много, но они или содержат много различных дорогих средств или должны начинаться слишком рано, так как проходят в несколько этапов с интервалом между обработками. А тут вот ноябрь, времени до морозов не так-то много. Как обработать быстро? Именно в поздние сроки, да еще и недорого. Но во-первых, нам нужно ее быстренько продезинфицировать. Как почву, так и каркас. Заполнить полезными бактериями и восстановить плодородие. Эти три задачи мы должны решать всегда, в какое бы время не приступили к обработке теплицы после сбора урожая. Просто в более ранние сроки мы можем больше использовать природные пиопрепараты, так как еще тепло и бактерии работают. Но в наибремо больше ограничены в выборе средства. Итак, первое, что мы должны сделать, это удалить все растительные отходы. Но вот если растения хоть немного болели, нельзя их выдергивать, а нужно обрезать, чтобы меньше трясти спора с остатков на землю. Далее нужно продезинфицировать почву. Старо как мир применения медного и железного купороса. Я никогда не использую медный купорос на своем участке, тем более в теплице. Почему? Сульфат меди это токсичное вещество. Очень незаметно оно при постоянной обработке почвы, накапливается в земле и в последующем отравляет растения. А у нас чуть что медный купорос нам в помощь. Так мы сами отравляем свою землю и растения. Железный купорос в этом плане более безопасен, поэтому им и воспользуемся. Но его нужно превратить в филатную форму. Для этого добавляем на 500 грамм железного купороса, 500 грамм мочевины и 1 столовую ложку лимонной кислоты. Проливаем почву и тропинки из расчета 1 литр раствора на 1 квадратный метр. То есть если теплица 3 на 4 12 метров, то нам потребуется чуть больше ведра. Почву предварительно мы не перекапываем. Все болезнетворные микробы пока на поверхности. Если растения сильно болели, то можно увеличить норму до 5 раз. То есть на такую теплицу тогда возьмем 5 ведер. Но имейте ввиду, что железный купорос окисляет металлические конструкции. Поэтому старайтесь не попадать на оцинкованные грядки. Прижимайте лейку ближе к земле. Ну а если ограждения деревянные, то наоборот, для защиты дерева от всяких там грибков, от гниения, это самое то, что надо. Теперь, когда почва обработана, моем стенки. Мыть теплицу приходится каждый год. Только посмотрите, как быстро обрастают стены всякой-всячной. Это неизбежный процесс и чаще даже не грязь. Откуда все это берется? Мы растения поливаем, влага конденсируется на стенках, а во влажной среде развиваются всякие микрорастения, грибы и водоросли. Может они сами-то по себе и безвредные, но они сохраняют всю заразу после сезона и переносят ее в следующий. Мыть стеночки можно обычной щеткой, используя совершенно безопасные и недорогие средства. Например, раствором горчицы, полстакана на ведро воды или раствором хозяйственного мыла. Но если, опять же, были замечены болезни, это самый обычный бытовой доместос или белизна. Разводим один к одному с водой и проходимся по всем поверхностям, по щелочкам. Растворы эти безопасны для поликарбоната, так что смело обрабатывайте. Через пару дней остатки можно смыть водой. Если есть автомойка, это, конечно, очень ускорит процесс. Но нет, то снова щеткой. Если не смыть, то просто останутся разводы. А вот если теплица не из поликарбоната, а из стекла и дерева, то избавить ее от всего можно одним разом при помощи серной шашки. Как она работает и что делает? Ее поджигают и оставляют в закрытой теплице на сутки. При тлении она заполняет все помещение дымом, который уничтожает возбудители грибных и бактериальных болезней, очищает любые поверхности от грибка, плесени, гнили, убивает насекомых вредителей, клещей и еще и их личинки. Дым легко проникает в трудноступные места, стыки, туда, где как раз скапливаются вредители и возбудители болезней. Температура при окуривании должна быть не меньше плюс 10 градусов. Вроде все очень легко, но есть некоторые нюансы, которые на упаковке не написаны. Лучше делать окуривание сразу после мытья теплицы. Повышенная влажность способствует преобразованию продуктов горения в сернистую кислоту, которая является антисептиком, но при контакте с золой или некоторыми минеральными удобрениями сернистая кислота превращается в серную, воздействие которой на почву крайне негативно. Поэтому нельзя вносить удобрения в грунт до обработки шашкой. И еще нельзя это делать часто в поликарбонатных теплицах, так как при многократном применении поликарбонат может помутнить, а металлические части подвергнуться разрушению. Если в теплице на зиму остаются растения, например, у меня немного клубники, то ее нужно хорошенько прикрыть. С одного раза у меня ничего не испортилось, хотя оцинковка потеряла свой блеск. Но думаю, второй раз я уже делать это не буду. Так что в поликарбонатных применять этот способ дезинфекции можно только в особых случаях. Если, например, вас посетила очень сильная фитофтора или какой-то стойкий вредитель. Но предположим, что необходимость серьезной обработки все же есть. И нужно знать, как это делать и как работает. Дым токсичен и вонючий. Чтобы он не выходил через щели, нужно их заткнуть или заклеить скотчем. Устанавливаем на несгораемую поверхность. Керамическая плиточка или кирпич подойдут. На шажку нужно положить сверху фитиль. Поджечь его и, как огонь попадет на саму шажку, должно появиться черное пятно и пойти дым. Все получилось. Нужно быстренько убегать. Ход тоже. Заделываю скотчем. Примерно через 15 минут внутри теплицы все уже в легком тумане. Через пару часов плотный туман. Но на улице ничем не пахнет. Ну вот, хорошо. В последующие трое суток теплицу открывать нельзя. А потом ее нужно хорошенечко проветрить и во избежание помутнения поликарбоната и коррозии краски промыть чистой водой. Это самый надежный способ обработки от всего. Но жаль, что вреден для самой теплицы. Итак, продезинфицировав теплицу любым способом, с одной стороны мы уничтожили патогенную флору, но с другой стороны при этом пострадали почвенные микроорганизмы, полезные грибки и бактерии. Поэтому следующий этап – это восстановление плодородия. Вот зачем некоторые вытаскивают весь грунт и меняют его на новые, ума не приложу. Ведь земли на замену нужно видимо-невидимо. Глубина не шуточная, даже если менять наш тык лопаты. Это же какой титанический труд. А главное, где взять столько новой, свежей, плодородной земли? Нужно много навоза или компоста, перепревшего не менее 5 лет. А где взять? Для многих эта задача просто непосильная. Но сейчас все это решается гораздо проще. Мы лечим и делаем плодородную почву совсем другими способами. Есть множество природных биокомпонентов, так называемые эмки. Типа Байкал, М1, Сияние, М2 и другие. Они и заселяют почву полезными бактериями. Я вот еще очень люблю эмпатоку. Она из недорогих, но очень полезных средств. Поможет разложить оставшиеся в земле корни. А ведь мы же срезали растения, корни-то там остались. И будет идеальной средой для почвенных бактерий. Только все препараты на основе живых бактерий работают при температуре не ниже 10 градусов. Поэтому осенью ими можно полить грядки, если еще стоит теплая погода. Посмотрите на градусник. Прибавьте градуса 4. И если в сумме получается хотя бы 10, то полейте. Фитоспорином, М-препаратами, М-патокой. Но вот этот ноябрь просто подарок. Пока в теплице очень тепло. Поэтому не буду откладывать до весны. А обработаю бактериями сейчас. Ну хотя бы фитоспорином. Развожу раствор, как написано на упаковке. Многие не любят читать инструкции. Тогда запоминайте. Делаем рабочий раствор. 200-граммовая пачка рассчитана на 2 стакана воды. И вот этот рабочий раствор может стоять сколько угодно не портится. Для обработки почвы мы берем 1 столовую ложку концентрата на 10-литровую лейку воды. Такую лейку нужно вылить на 2 квадратных метра. Если раствор будет более концентрированным, то ничего страшного. Фитоспорин абсолютно безвредный. Это синая палочка. Воду беру теплую. Ноябрь все-таки. Землю предварительно лучше поворошить, чтобы раствор проник на большую глубину. Но кроме заселения полезными бактериями, нужно еще повысить плодородие. Ведь почва истощилась от урожая. Добавляем компост, перегноя, вермикомпост, любую хорошо разложившуюся органику, какая есть. Нет никакой, но покупаем. Я использую универсальное удобрение от Organic Mix и костную муку. Но если уже слишком холодно, то заселение полезных бактерий можно, конечно, оставить и до весны. Хотя они в почву перезимуют, а весной проснутся и будут работать. Они не погибают от холода. И чтобы полезные бактерии лучше поработали, удобрения вжились в почву, нужно все это хорошенечко перекопать и накрыть пленкой. Тем более, что почва не любит оставаться голой. Вот и все. Теплица готова для неслыханных здоровых урожаев. А есть ли у вас свои секреты подготовки теплицы к новому урожаю? Пишите в комментариях. Нам будет очень интересно. Всего вам доброго. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч.